Евгения Осипова – одна из самых ярких звезд российского кино, чья карьера ознаменовалась невероятными взлетами, но и личными испытаниями. От простого детства в Омске до всероссийской славы, благодаря сериалу «Доярка» из Хацапетовки, ее жизнь полна неожиданных поворотов. Болезнь сына, борьба с депрессией и сложные отношения – все это Евгения преодолела, оставаясь сильной матерью и профессионалом. Как ей удалось сохранить себя и вернуться к любимому делу? В этом видео мы расскажем всю правду о жизни актрисы за кадром, о которой мало кто знает. Не пропустите! Евгения Осипова – актриса с яркой карьерой и непростой личной жизнью, которая показывает, что даже в сложных обстоятельствах можно сохранять стойкость и достоинство. Чтобы глубже понять ее путь, давайте подробнее рассмотрим ее детство, карьерные взлеты, семейную жизнь и борьбу с личными трудностями. Евгения родилась 24 мая 1986 года в Омске в простой семье. Детство будущей актрисы проходило в условиях, далеких от мира искусства. Однако ее внешние данные и природная грация привлекли внимание модельных агентов еще в подростковом возрасте. В 14 лет ее заметили представители московского модельного агентства, что стало судьбоносным событием в ее жизни. Этот момент оказался поворотным, поскольку Евгения приняла решение переехать в Москву для продолжения учебы и начала карьеры модели. Переезд в столицу для юной девушки был испытанием. Она оставила дом, друзей и привычную жизнь в Омске, чтобы начать все с нуля. В Москве она поступила в новую школу, а чтобы самостоятельно обеспечивать себя, начала работать в Макдональдсе. Это показывает ее невероятную целеустремленность и готовность преодолевать трудности ради своих целей. Одновременно с учебой и работой она начала карьеру в модельном бизнесе, участвуя в фотосессиях и кастингах. Хотя модельная карьера казалась очевидным путем для Евгения, ее планы неожиданно изменились. После окончания школы она собиралась поступать в экономический вуз, но передумала в самый последний момент и решила посвятить себя актерской профессии. Это стало важным решением в ее жизни, которое полностью изменило ее будущее. Евгения поступила в Российский институт театрального искусства ГИТИС, где начала свое профессиональное обучение. Обучение в ГИТИСе стало для нее платформой для развития актерских навыков и погружения в мир театра и кино. Именно здесь Евгения поняла, что актерская профессия – ее истинное призвание. Ее природная харизма, способность перевоплощаться и эмоциональная гибкость быстро привлекли внимание преподавателей и коллег. Первые значимые роли в карьере Евгении пришли после окончания института. Ее талант заметили режиссеры и она начала получать предложения о съемках. Однако настоящую популярность и всероссийскую известность Евгения приобрела благодаря главной роли в телесериале «Доярка» из Хацапетовки. Этот проект стал ее прорывом в мир большого телевидения. Роль Кати Матвеевой, скромной деревенской девушки, которая преодолевает множество трудностей на пути к счастью, покорила зрителей. Сериал стал настоящим хитом, а Евгения мгновенно обрела народную любовь. Ее героиня стала символом сильной и независимой женщины, которая не сдается перед лицом жизненных невзгод. Успех «Доярки» из Хацапетовки открыл перед Евгенией множество дверей. Вскоре она получила роли в других популярных телепроектах, таких как «Башня» и «Закрытая школа». Эти сериалы подтвердили ее статус одной из самых востребованных молодых актрис российского телевидения. В «Башне» Евгения сыграла роль более сложную и драматичную, что позволило ей продемонстрировать широту своих актерских возможностей. Одной из ключевых вех в личной жизни Евгении Осиповой стало знакомство с кинооператором Анатолием Симченко. Они познакомились на съемках сериала «Башня» и между ними быстро завязались отношения. Это был бурный роман, который привел к совместной жизни, но официально зарегистрировать брак им не удавалось долгое время. В 2012 году у пары родился сын Максим, что стало важным событием в жизни Евгении. Она с радостью приняла на себя роль матери и посвятила много времени воспитанию ребенка. В 2015 году семья пополнилась еще одной радостью. У Евгения и Анатолия родилась дочь София. Несмотря на семейное счастье, отношения с Анатолием начали ухудшаться. Работа кинооператора требовала постоянных разъездов и напряженного графика, что стало причиной отдаления супругов. Евгения надеялась, что рождение детей укрепит их союз, но в итоге они начали жить раздельно. В 2018 году произошел серьезный кризис, когда у их старшего сына Максима диагностировали сахарный диабет. Это событие сильно повлияло на актрису. Состояние Максима требовало немедленного лечения и постоянного контроля, что стало для Евгения эмоциональным ударом. Анатолий не смог поддержать жену в этот сложный момент. Их отношения окончательно разрушились, и он покинул семью. Вскоре после расставания Евгения узнала о его романе с молодой девушкой, что только усилило ее боль и разочарование. После разрыва с мужем и на фоне стресса от болезни сына Евгения начала испытывать проблемы со здоровьем. Она набрала около 30 килограммов, что вызвало шквал обсуждений в СМИ. Однако актриса не скрывала своих трудностей и открыто говорила о том, что ее внешний вид изменился из-за эмоционального выгорания и стресса. Этот период стал для Евгении испытанием на прочность. Она призналась, что пережила депрессию и думала о том, чтобы совсем уйти из кино, так как чувствовала себя истощенной как физически, так и морально. Однако благодаря поддержке близких и друзей ей удалось справиться с трудностями и постепенно вернуться к нормальной жизни. После всех испытаний Евгения сделала осознанный выбор в пользу семьи. Она решила сосредоточиться на воспитании детей и отодвинула карьеру на второй план. Этот период стал временем личностного роста и переосмысления ценностей. Евгения поняла, что ее счастье связано не только с успехом на экране, но и с внутренней гармонией, которую она нашла в материнстве. Время, проведенное с детьми, стало для Евгении источником радости и вдохновения. Ее сын Максим проявляет интерес к актерской профессии, и Евгения с гордостью поддерживает его начинание. Дочь София пока еще маленькая, но актриса с радостью наблюдает, как она растет и развивается. Евгения Осипова стала примером актрисы, которая не боится откровенно говорить о своих трудностях и слабостях. Она доказала, что можно пережить тяжелые времена и при этом не утратить себя. Ее история учит тому, что даже после падений всегда можно найти силы для возрождения и продолжить идти вперед. Сегодня Евгения продолжает работать в кино и театре, хотя делает это с меньшей интенсивностью, чем раньше. Она осознанно выбирает роли и проекты, которые близки ей по духу, и не гонится за славой. Актриса ценит свое время с семьей и уверена, что главное в жизни – это любовь и поддержка близких. История Евгении Осиповой – это не только рассказ о трудностях и преодолении, но и о любви, материнстве и силе духа. Она показывает, что настоящая красота и силы женщины заключаются в ее способности справляться с жизненными вызовами и оставаться верной своим ценностям.